Евангелие И первое слово, которое здесь присутствует Это поэтому Нужно быть осторожным от того, что написано в предыдущих стихах В последнем стихе он говорит Это заповедь с целью, чтобы люди не сердились без причины друг на друга И не называли друг друга дурак И не обзывали друг друга отступник Потому что человек создан по образу и подобию Божьему Поэтому нельзя унижать нашего творца, инженера, который нас задумал Который нас вот так вот сделал Бог не делает ошибок Если бы он хотел, чтобы я был высоким Блондином С голубыми глазами Он бы сделал меня шведом, а не евреем Если он хочет, чтобы кто-то был негром, он делает его черным Если он хочет, чтобы кто-то был индийцем, он делает его индийцем А если он хочет, чтобы кто-то был эскимосом, Бог делает его эскимосом Мы должны полагаться на то, что вот какие мы есть Потому что Бог не делает ошибок Никто из нас не выбирает своих родителей Какой у него будет ДНК И никто из нас не выбирает, где родиться И нас не спросили И нас, евреев, даже не спрашивали, хотим ли мы быть евреями Если бы меня спросили Я бы сказал, что я бы хотел быть швейцарцем Почему? Почему? Швейцарцы очень лучше Больше хороших соседей У нас проблема тут в Израиле, мы в плохом районе Так я бы хотел быть швейцарцем Но Бог не делает ошибок Поэтому Мы должны полагаться на то, как мы являемся И уважать человека, который перед нами Если мы говорим о нем рака, дурак Мы говорим, что хозяин сделал ошибку Мастер ошибся И этого не происходит Мы сейчас пришли к 23 стиху Поэтому Если ты помнишь, что человек Он является человеком, как Бог его сотворил Поэтому Если ты несешь Богу свой дар И у жертвенника припомнишь, что у брата Есть на тебя обида Оставь свой дар у жертвенника Сначала ступай, примирись с братом И лишь потом вернись и принеси свой дар Потому что вера Еврейская И мессианская вера, которая пришла от Иешуа и апостолов Она не богоцентричная Она человекоцентричная Человек в центре творения Мы не на небесах Мы на земле А на земле Мы имеем дело с людьми Бок на небесах Мы на земле И наш способ Добраться до Бога Это через наших братьев Мы не можем любить Небесного Отца Если мы Нам трудно любить Нашего земного Отца И это учение Иешуа и апостолов И вот это Иешуа Является ключом Для Нагорной проповеди Если ты должен Что-то своему брату До того, как придешь Идешь делать дар свой Для Бога Оставь свой дар Где-нибудь в стороне Потом примирись с братом И уже потом Принеси жертву Богу Потому что в центре творения Стоит человек Не Бог Языческие веры все Они богоцентричны Человек служит Богу Бог нуждается В служении человека Если человек Не накормит Бога Бог будет голодный Если человек А апостол Павел Который находится в Афинах В деяниях апостолов 17 Дает проповедь Верховным судям Города Афин Я вам представляю Бога Неизвестного Бога Которого С Ним Трудно познакомиться И этот Бог В вас не нуждается Он не живет В тех домах Которые люди строят Ему не нужно Ваше золото Ему не нужны Ваши деньги Он дает жизнь Всем Этот Бог Которого вы не знаете Он Бог Который сделал Все Все его То что он да хочет Чтобы вы его искали Даже в темноте Ищите его в темноте И может быть Вы его найдете Потому что он определил день В который будет Он судить весь мир Посредством человека Которого он воскресил Из мертвых То есть Человекоцентрично И вот из-за этого Он послал сына В качестве человека Он послал его В качестве 100% Он не послал его Как Геракла Геркулеса Полубог Получеловек Послал его На 100% Человек Потому что Бог хочет Чтобы мы проявляли Свою любовь К нему Посредством Проявляя ее К человеку Который создан По образу и подобию Божьему И это очень важно И это очень важно Понять Поэтому Иешуа Учит Нагорные проповеди Не Иди сейчас Приносить Жертву Богу Из-за того Что В то состоянии Когда ты Должен Своему брату Своему брату Иди Реши Свои проблемы С человека А потом Приноси мне подарки И служить Наши обязанности По отношению к людям Если мы Не В правильных отношениях С людьми Мы Также Не В нормальных отношениях С Богом Бог Он Не Наш Приятель Мы Не 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 Прикоснуться Он На Небесах А мы Здесь И Все наши Дела Соотносятся С людьми Поэтому Иешуа Учит Что Путь К Богу Это Путь Через Нашего Брата В Пасок 25 Он Мояр И Трец Ле Иш Рив Х Бе От Х Бед Рих Ит Ту Пен Я Сгир Иш Рив Х И Ле Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Поэтому 25 Если Кто-то Ведет Тебя Суд Как Отвит Ш Уладь Ваш Спорт Пока Есть Время По Дороге Иначе Есте Приведет Тебя Судья Судья Дас Тюремщик И Тебя Бросят Тюрьму Верно Тебе Говорю Оттуда Не Выйдешь Пока Не Уплатишь Весь Долг До Последнего Гроша И Это Очень Важное Учение Потому Что Большая Часть Христианского Мира Ниш Теос Остается Богоцентричной Пренебрегает Человечество Вокруг Себя И Начинают Строить Башни Из Золота И Денег Высотой До Небес Чтобы Бог И Самая Богатая Организация В мире Это Католическая Церковь И Не Очень Далека От Них И Протестантская Церковь И Православная Церковь Это Богатые Организации Что Что Ты Местов В Европе Ты Видишь Кфары Ани 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 Ты Ходишь В Европе И Видишь Бедная 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 Деревушка Но Там Посредине Стоит Богатая 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 Церковь Золото С Серебряными Иконами И Это Реальность Это Это Богоцентричность Бог Хочет Чтобы Была Общественная Справедливость Чтобы Была Забота Ослаба Для Лиятом Велмана Для Сироти Для Вдовы Взот האמונה Амитит Каха Кутеб Игерат Яков И Вэтом Есть Истинная Праведность Так Говорит Послание Яков Эммона Амитит Безе Дага Ленашим Хри Хорошим В Обществе Лиятом Велмана Сироти И Вдовы Не Битух Леуми Тогда Не Было Ведомство Национального Страхования Общество Должно Заботиться О Слабых Поэтому Все Пророки Миша Иау Вед Лемалахи Все Пророки Говорят Об этом Обязанность Общества Заботиться О Слабых Иау 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 Прежде всего Сходите И решите Все ваши Проблемы Сбрать И Только Потом Приходите Ко мне Уважаем Мы продолжим Наши уроки Из Матфея Пятой Главы И я приглашаю Вас Послушать Также Следующий Урок Который Начнется С 27 Стих Матфея Пятой Главы Чтобы У вас Был мир И Всего Хорошего Субтитры